Поэтому сегодня эта система уже законодательно отработана. Именно благодаря Конституции 30 лет назад у жителей России расширилось число прав и свобод. Это разительно отличало новую версию главного документа страны от прежнего, советского. О столь важных нюансах на своих лекциях рассказывает депутат Барнаульской думы Сергей Струченко. Я считаю, что современная молодежь, она, будем так говорить, более грамотная и подкованная. И на лекциях мы когда обсуждаем, в том числе внесение изменений, поправки, и сегодня какие сейчас изменения происходят, они очень, будем так говорить, грамотно отвечают на поставленные вопросы. Хорошо о современной молодежи отзывается и председатель городской думы Галина Буевич. Но по ее мнению, в школьном курсе необходимо уделить больше внимания Конституции. В пользу правового просвещения направлены усиления блока гуманитарной составляющей в программах среднего и высшего звена образования. Вот в последние годы как раз этот блок, он чуть вымывался, гуманитарный из всех образовательных программ. Я думаю, что сегодня нужно вернуться к этой практике и действительно более широко пропагандировать основы Конституции. Вот мне бы хотелось, чтобы это был истинный интерес молодежи вот этому правовому документу. О правах и свободах говорил молодежи барнаульский депутат Вячеслав Перерядов. На конференции молодых ученых-юристов он выступил в качестве жюри. Больше всего студентов заинтересовали правовые отношения в сфере использования Конституции судами. Основной документ, как вы сказали, двигается в сторону укрепления скрепов, основных скрепов нашего общества. И, конечно же, двигается в направлении укрепления власти нашего народа, наших прав. И это очень радует на самом деле. За 30-летнюю историю Конституции было принято 16 законодательных актов, которые значительно изменили основной документ государства. Среди важных поправок о присоединении новых территорий и увеличении срока полномочий главы России и депутатов Государственной Думы. Елена Кузовкина, Владислав Ковалев. День с толком.